Всем привет ребятушки, с вами Андрей Чента, вы смотрите свое любимое шоу Дорогаем убиваем детей Если вы смотрите, ставите лайки, пишите комментарии, ребят я выпускаю для вас Дорогаем убиваем детей Так что не думайте, что кто-то поставит лайк, поддержите, меня будет очень приятно Киевляне Папа строитель Это обычная украинская семья, где батьки любят своих детей, особенно мама Мои дети для меня это свет моих очей Мама залюбливает или что? Это счастье мое Я безумно их люблю, безгранично Можешь И тому дитям дозволено робити усе, что заманится У них багато проблем, однако главная это некорисная ежа Багато ежи Дуже багато ежи На снідинок на швидкоруч запара на Локшина В обед чипсы, телорозово на лоджин Пицца и солодкая газовая вода Нормально, слушайте, я в детстве так мечтал, конечно, питаться Это потом, со временем ты понимаешь, что это вредная еда Ну согласитесь Если не думать, что это вредная еда, это очень вкусная еда О, х*** Я у него майонез забираю, он... Смотрю, она уже опять возле него стоит Мама, ну ты же меня любишь Значит, ну купи мне, пожалуйста, лимонад Маніпулирует Добива норматив в русло у чоловіка 2000 калорій При особливих навантаженнях 2,5 Так, чур мойком после обеда Сашкова 4000 ккал Нормально пацан хава Хлопа 6 за 2 и не имеет никаких физических навантажей Это обернулося подвийными проблемами Зайвою вагою до отсутствия друзей Обычно называем, что толстый, там Ага, посмотрите, посмотрите Стыдно, обидно и больно Після уроків та у вихідні Сашко майже не выходит з квартиры Ну пацан вроде бы не внутрь Папа постоянно Посмотри на себя, у меня живота нету в моих 40 лет А у тебя есть в твоих 13 лет Шесть котов дома Ну малый вроде бы не имеет лишнего веса, да? Ваши брат Что мама сделает? Это ж не ее здоровье, а мое Как хочу, так и убиваю Мне слишком тяжело Слишком я устаю, чтобы еще и на этом фронте вырезать Папаша вообще не работает, серьезно? То есть работает только мама, а мужик вообще развлекается? Слишком тяжело, слишком Когда в течение 15 лет работаешь только ты И периодически муж Сложно любить Не весело Ну они ничего не делают Ну кроме Никогда не понимал в общем-то мужиков, которые сделали семью У тебя двое детей и не работают Вот хоть убейте меня, не понимал То есть жена работает, а мужик не работает В моей голове это считается ненормальным Не знаю, как вашей Но это просто звездец Для того, что готовят и ездят на работу За допомогу проекту Батька, где знают Насколько все ситуации эти Должен вас ждет? Такие красавцы Понимаете, что вы убиваете своих детей? Это чтобы вы, ребята, понимали Сейчас у меня получилось добыть для вас выпуск Первого сезона Первой серии Это самый-самый-самый первый выпуск Дорогая, мы берем детей Я его для вас нашел Так что лайк под видео Это нелегко, я соглашусь честно Но нашел Сейчас мы у ваших мальчишек берем каретку Родина Сергейки в матемы три тижни Чтоб спробовать усе выправить Ну давай один помидорчик Много чего рассказывают вначале Нет, нет Это ужасно Три недели на изменения Звучайный день из жизни родины Сергейки Ранок Каждый день мать Залишает детям гроши В том числе Не корм для котов Детям Проте хлопцы Мают на них Инши планы Как интересно у них дверь комнатная А, вредную еду, чипсы, вода Нет, папа, мы лимона докупили А деньги на что выделялись? На каникулах та у вихідні Брати по 8-9 годин сидят перед экраном телевизора Аккуратнее Снимаем Увидимся Ой-ой-ой У таком віці хлопцы Повинні займатися фізичными вправами Хоть би годину на день Вот пацан качается Ни якого спортивного знаряддя Ця школа знайшов вигід Ай, да блин Просто наоборот з'явилось сонце У ті рідкісні моменти Коли батько буває удома Він має нагоду зазирнути у щоденні кисині Папаше изучают Но я не могу понять Когда папа дома Так он работает или не работает Судя по словам мамаши Папа не работает Но дома он тоже не бывает Вопрос, где папа? Ничего, дозволу про всякий Соняя, ну шо это такое? Саш? Ну шо это учитель показан? О, не заполняй домашнее задання Не заполняй домашнее задання? Ну, ты ж знаешь, ом, ну, хворю Ну да, они еще не додають никогда О, директора взяли? Да, директор О, смотрим твой дневник Ну, ничего, я не хочу подумать По себе не нравится Нет, все коронавши тут Михайло працює три дні на тиждень Рідше за гроші, частіше задарма Для друзів Три дня в неделю Якоби работает, значит, хреново работает Почекають ще й хатні клопоти Купівля продуктів та приготування вечері Від чоловіка допомоги Годі чекаде Практически, это, как бы, третий сын Даже не брат, а сын Ваш сын? А вашим детям он кто? Наверное, брат То есть ты спишь с сыном Нормально так, знаете, вот это мой сын старший Я с ним сексом занимаюсь У меня, как бы, дети тоже от него Бля, прикиньте ситуацию То есть мама родила сына Они стали спать вместе И родили еще одного Вопрос, кто теперь им эти дети? Брат Или отец? Ну, в принципі понимаєте Жість Голова моя щас зорвется Медицинське обслідування Завдяки проєкту братів буде можливість пройти ретельне медичне обсліження І тебе потрібно буде як може быстрі Проверка психологічне тестування Ну и физическую подготовку надо еще Переверти фізичный стан Зараз ми дізнаємося, як фізична форма хлопців впливає на їхній психологічний стан Вікторія Любаревич Торхова Нейропсихолог когнітивного розвитку З дітьми працює 15 років У обох мальчиков низкий уровень групи вітаминов B Которые отвечають за нервную систему У Саши комплекс неполноценності У него резкі перепады настроєння У Вови синдром хронічній усталості Змінити їхній стиль життя завдання непросто За допомогою надсучасних комп'ютерних технологій Результати тестування експертів поєднують з візуальним программамом Щоб спрогнозувати Волк все это делається Видите? Сиди чуваки рисують Ну то есть вкратце увидели, как это все делается Ну и сейчас, наверное, главный момент Это встреча в студії Знакомство с Карпачевым Ну и решаем, что делать Віктория, Михаил Приветствую вас Здравствуйте Меня зовут Дмитрий Мы сегодня здесь для того, чтобы поговорить о будущем ваших детей Как вы знаете Мы провели ряд диагностических исследований И теперь нам точно известно Как будут выглядеть ваши дети в 40 лет Я бы хотел, чтобы вы тоже это увидели Давайте посмотрим Давайте Это ваш старший сын Ему сейчас 13 Что-то мамке уже не нравится Так ваш сын будет выглядеть в 40 лет Как вам? Мне приятно Я бы хотел вам показать Ну папа на лице вообще, знаете Я не вижу Это безразличие Владимир Либо он скрывает свои эмоции Что, малого тоже жирным сделают? Нет, вроде бы Блядь, тут Это вообще похож на деда какого-то, ребята Ваш младший 60 лет минимум Проблемы с сердцем Проблемы с сердцем В Украине в среднем живут 62 года Саша проживает лише Соня проживет 57 Володя 60 Понимаете, что вы убиваете своих детей Вы запомнили то, как могут выглядеть ваши дети в 40 лет Пускай это будет вам мотивацией для того, чтобы что-то изумить У меня есть ряд правил, соблюдая которые, вы сможете этого избежать Если вы готовы им следовать, давайте пригласим детей и вместе с ними ознакомимся Давайте Александр, Владимир Здравствуйте Вы знаете, с сегодняшнего дня в вашей семье вводится ряд правил Первое правило Правило Стандартное вообще правило Знаете, что это значит? Всегда это правильное питание Это не только есть витамины Это не есть вредного С этого дня вы не будете есть чипсы Вы не будете есть сухарики Батончики И прочие сладости С этого дня вы начинаете есть только полезную еду Сомневаюсь, что так будет Ограниченное время У компьютера и перед телевизором В день вы сможете проводить У часика или два Либо у компьютера Всего лишь полтора часа Почти угадал, средина У вас будет очень много времени свободного И вам нужно будет больше двигаться С этим связано наше третье правило Это новое влечение Мы отправляем вас в школу танцев На хип-хоп Ух ты Ооо, это классно Ну, судя по тому, что пацан носит кепку Наверное, ему это оценилось Здесь вы найдете более подробные инструкции О том, как соблюдать эти правила Всего вам доброго Итак Ну, вроде бы пытаются Пока правильное питание Попробуем, что у нас получилось А это суп какой-то Посмотри, там капусточка Брокколи Мазимоли И еще одно Мясо Попробуйте Горячий Мне нравится Особенно бульярчик Только чтобы не было не горячий А мне не нравится Особенно все Мало нормально Это все воспринимают А старший бунтует Как у меня желудок выдержит Как ты жрать хотят? Карсик ест, потому что он даже не понимает, что это такое А капусточка тоже ест Амсюшка будет Незадоволені їжею діти, як завжди лінуються Вова перед экраном телевизора Сашко Перед комп'ютером ГТА шкурубаються Вони не знают, что сьогодні зникне з їхнього життя телевизор Та з'явится новое захопление Хип-хоп Бедный кот Пожалуйста, у нас новенький сегодня есть Это Вова и Саша Приходите в нашу семью Становитесь Клубцы трохи запізнилися на тренуванне Але только но они зайшли до зали, як отримали аванс Ну что ж, тепер треба виправдати очікування группы Еще раз делаем Ставь ноги вместе Давай, давай, давай Давай, руки в сторону Сейчас приготовились Садишься в самый низ Ты тронай спиной, ты должен сядь в самый низ Понял? Поехали И раз, два, три, четыре, рано Пять, шесть, руки я живу Семь, восемь Встаем медленно Раз, два, давай, давай, три, четыре, давай, давай Пять, шесть, семь, восемь Еще восьмерку должен сдавать Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Две восьмерки умеешь считать? Не понравится Пока дети на танцах, батько забирает телевизор с витальни Раньше жили ж без телевизоров люди, ничего? Нормально было? Ммм, да раньше вообще люди жили как допотопные, знаете Там при свечках сидели и без света Так что теперь свет отрубать? Вот Ты прям в свою комнату отнес Все, молодцы Только нужно больше, раз, больше трудиться Все будет хорошо Ну он забрал большой телек, но они вообще смотрели на маленьком, на стенном телевизоре в основном На хрена этот телек забрал Им же все равно возможно полтора часа в день смотреть его Зачем убирать? Ну пульты забери Ну забери ты провод с телевизора Розетки его высунь На хрена этот телек целый вытаскивать Все Я сейчас сдохну Воды Домой Сдохнуть Трудно просто Очень Я думала это полегче Мне нравится Все нравится Я думаю, что Сашке надо побольше потренироваться Скинуть вес А тогда он сможет хорошо приемы делать У меня есть желание трудиться дальше Дети страшно втомились после тренирования Больше за все они божают зараз Сесть тебя, отдохнуть, дай телек посмотреть А телека нет, да Здорово Здорово А где телек? А он у нас теперь будет стоять Не, а наш А вашего не будет Почему? Нет, зачем? Смысл Я же тебе говорил Слишком Слишком долго его вы смотрите Это не смысл Зачем? А что тут будет стоять? Я не хочу Мама цветов поставит Нет, тут не должны цветы стоять Тут должен стоять телевизор Я хочу чипса Катысой После того, как хлопцы Начинают провоцировать на еду И выбрали телевизор У них появилась новая проблема Багато часу Чем заниматься, да? Багато часу Ну, нормально Ну, нормально Життєва ситуация Змусила их на реальное перетворение У батьків теж є сюрприз для Сашка Тавова Сюрприз Ну, смотри Полезное меню Книга рецептов? Нет И шо это? Ну да Смотри, как мы теперь питаться будем Вкусно и красиво Нарешті наприкінці першого тижня Завтра на семью Сергійків Чекатимуть нові правила Тут так быстро серії заканчуються Я вам говорю Я так провык таким длинним серіям А тут бац Неделя закончилась Здравствуйте Давайте вместе посмотрим Ещё раз На то Какими могут быть ваши дети в 40 лет Давайте То есть вы думаете, что у них Вообще проблемы с памятью, да? Это ваша мотивация И вы это должны помнить Давайте теперь пригласим детей И ознакомимся С ещё тремя правилами На эту неделю Привет Здрасте Итак Новое правило на эту неделю Спорт и развитие Вы должны быть лидерами Получится это у вас? Надеюсь Вряд ли Думаю, что у нас таких качеств маловато Один прям уверенный Сейчас не хватает этих навыков Но они у вас никогда не появятся Если вы не будете пробовать это делать Попробуйте Второе правило На эту неделю Оно касается Непосредственно вас, Михаил Личный пример отца Пойти на работу Пример здорового образа жизни А это значит, что Не курить Стоит бросить курить Да, да, да Понимаю Ну, это точно провал Попал ты Это очень важный момент Потому что Если вы не хотите покупать им Сигареты через полгода Вам есть смысл Прекратить покупать сигареты себе Я попробую Вы должны Как отец Передавать Сколько я раз насмотрел ситуации Типа Вот вам нужно бросить курить Ну, скажу честно Заставить взрослого Человека Перестать курить Ну, практически нереально Только если он сам этого не захочет Это должна быть Такая ему мотивация Такая сила воли Ну, реально Процентов 95 Это минимум Людей Они не способны это сделать После того, как они долго курят Ну, реально Пока что-то у них в голове не произойдет Какое-то понимание Озарение И так далее Ну, это не озарение То, что им сказал В общем-то, Карпачев Ты должен бросить курить Он должен сам как-то понять это Объявляем свои навыки Делиться опытом Вы совместно Сделаете собственными руками Детскую площадку Ух ты Ох, нет И вот в этом Ваш отец точно вам поможет Михаил, вы Сделал Сделаете Виктория Я знаю, что Даже если у вас Появляется какая-то Свободная минутка Вы все-таки Тратите ее не на себя Третье правило Оно касается Непосредственно вас Это личное время Для мамы Я отправляю вас Плавать С дельфинами Замечательно Здесь вы найдете Подробные инструкции О соблюдении этих правил Всего доброго Итак Наша семья приняла Новое правило Другой неделе Новые правила Торкнулись и родителей Сегодня снеденок Сынам готовит Михаил Папа готовит Папа должен бросить курить Сейчас поедим Вот И пойдем строить площадку А там будет сюрприз Для вас Понял? И со мной не спорить Так давай сюда свою Правильно Ты же у нас худеешь А тебе пару картошечек еще Да зачем Бери-бери-бери Но Но Я забыл вам добавить Одно маленькое но Ребятки Но заключается в Салате Так тихо А то сейчас на голову насыплю Убери Все, хватит Без разговоров Не хватит Ну пап Вова, иди сюда Сюда Ну быстро Быстро давай Не выделывай Да меня это мало интересует Хочешь ты этого Не хочешь ты этого Все Все нормально тебе там Хватит тебе Вот теперь Ой Весь сегодняшний день Сашкота Вова проведут С батьком И куда они Опа Бальта с музоном А мама должна потратить Время на себя Ждать С дельфинами Там поплавать Ух ты Ох она любит цветы Скоро цветы будут Ух ты Ничего себе Сегодня Виктория Теж живет За новыми правилами 15 лет Она не мала на себе Час А навіть Якщо він з'являється Она начнет Утрачить Його На квитре Фиалочка Никогда не любила Фиалочки В этом году Решила Попробовать Выращивать Первый раз Решила Вырастить Фиалочку Вот этот Вот кактус Мне пообещались Что через 20 лет Он будет Красивый Прекрасивый Пока ему 7 Ну он что-то Кривенький Какой-то Но будем ждать Еще осталось Недолго 13 лет Я сегодня утром Проснулась И Вспомнила о том Что иду плавать С дельфинами И поймала себя На том Что я улыбаюсь Аня Площадку делают Михайло Подивайник И мне научить детей Тому Что сам В ней наиграйше Сегодня Быть корисом С детьми Облаштуя Дитячий майданчик Покраска Давай пробуй Ну давай пробуй Близко держишь Ну я уверен Что детям это нравится У Виктория Лише один Вихідный день На тиждень Психолог проекту Порекомендовали Ей навчитися Не контролювати Ситуацию Сегодня Вона повинна Доверитись Дельфинам Наступный трог Дать больше Самостейности Детям И навчитися Доверять Дети должны Стать самостоятельными И доверять Отцу Очень понравилось Очень Блин так быстро У них все происходит Первая часть Первого выпуска Вот видно Как вообще Согласитесь Вот мы смотрели Очень много выпусков Дорогая Мы убиваем детей Это сейчас первый сезон Первый выпуск Вот видно Сколько он Ну скучный Согласитесь Ну прям Ну не так Как вот знаете Там следующий сезон Там бывает Трешняка много Что-то показывается Больше А тут прям так Все быстро 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 Видно Какой-то пилотный выпуск Вот монтаж Вот не такой вот Они начали потом Уже со временем Как-то оттачивать Понимать С каждым выпуском Ну вот Заметно Вы это тоже видите Да Что он какой-то такой Вы знаете Какой-то сухой И вялый Этот первый выпуск Чувство счастья Радости Ну это лично Мне так кажется Может вам нормально Но Ну Тратите на себя время Она почти всегда Заправляет нам Пости Она всегда моет посуды Но она много По дому Дети такие спокойные Чего они не проблемные Это такие Надо ей Сделать свое время Я б не сказал Потому что это особо Проблемные дети Ну согласитесь Ну таких детей Ну Ну да хренища Которые неправильно Питаются Сидят там дома Перед компьютером Или телевизором Ну реально Чуть ли не каждый второй Но это не значит Что это проблемная семья Стоп Погнали давай Быстро Вот есть такие Семья Там девочка Наркоман Помните Да Тут разные Выпуски Были Но не потом Конечно Начали появляться Возможно Уже Со временем Нашли нам Интересных Персонажей Но сегодня Он сказал Что может Пропонировать Детям Что-то Больше А не Просто Свою Присутность В квартире Нормально Нормально Мне понравилось Проводить время С папой Как он меня научил Пульверизатором Пользоваться Я думаю Что мы герои двора Тан-тан-тан-тан-тан Наконец-то Он вспомнил Что у него есть дети Да я хотела бы С папой Побольше Время Проводить Обычно Папа Стоит И сразу Едет Там Работать Все Опять неделя Подошла к концу Так а папа Что не кулит Уже Михаил Приветствую Здравствуйте Как у них Неделя Когда вы Следовали Правилам Которые Я вам давал Я знаю Что у вас Все получается Но хотел бы Услышать Ваше впечатление Все замечательно Купание С дельфинами Это просто Чудо Мне очень понравилось Когда он меня Кружит Такое чувство Все за день Просходит Да Я обнимала И руками И ногами И он меня Кружил Как в вальсе Это так здорово Вы доверились Дельфину Абсолютно И не было страшно Абсолютно Иногда Довериться Ситуации И отпустить Контроль Это может быть Полезно Не только Для того Чтобы получить Удовольствие От купания С дельфинами Но и для того Чтобы позволить Детям Проявить Свою самостоятельность И свой характер У вас было Самое тяжелое Испытание Наверное Одно из самых Тяжелых В проекте Вы должны были Бросить курить Получается? Получается Тяжело Но получается Я думаю Это очень хороший пример Для ваших Ну не факт Получается или нет Тут так мало Показывают Что Давайте пригласим Детей И ознакомимся С тремя Новыми правилами Привет Здравствуйте Ну как ваши дела? Нормально Нормально Прямо всем таки Очень спокойно Знаете Поставили лавочку Поставили качель Чувствуете гордость? Нормально все За лавочку и за качели Ведь вы выходите во двор И видите Вашу лавочку На которой сидят бабушки Видите вашу качель На которой качаются дети Это же Ча-то саня Гордость двора Нет? Да, конечно Вы знаете Что сегодня Я вам Приготовил Серьезно? Новых правил Интересно узнать Какими они будут? Да, очень Правило первое Увлекательное Дайте хоть нормальное Правило Хоть что-то Ну реально Скучно Простите за мой французский Учебом А уж тем более летом Это не очень интересно Во всяком случае Вы так думаете Да? Сказал то, что оно интересно Вообще не интересно Я вам гарантирую Что вы На этой неделе Убедитесь в том Что обучение Может быть Увлекательным И интересным Летом, да? Следующее правило Учеба летом Время для взрослых Пошли на танцы Это правило Больше касается Вас, родителей На этой неделе Вам, Михаил Предстоит еще раз Очаровать свою жену Я надеюсь Для вас это будет Очень приятным И увлекательным сюрпризом В этом конверте Вы сможете найти Более детальные инструкции Об этом правиле Дети берут с вас пример Они по сути Копируют вашу модель поведения И чем больше в ваших отношениях Будут гармонии Взаимопонимания Любви Тем удачнее будут И тем удачнее будут Их семьи Правило третье Веселые Семейные И Рыбалка Благодаря этому правилу Этот день Вы проведете Всей семьей Для того, чтобы Почувствовать Командный дух Для того, чтобы Научиться поддерживать Друг друга Для того, чтобы Ну это по факту Уже будет хэппи-эн Потом, да? Поддержку И заботу Своим делом Последняя неделя правил Поняли, что Они могут Поддержать И позаботиться О вас Здесь вы найдете Более подробные Инструкции О соблюдении Этих правил И я Желаю вам Удачи на этой неделе Блин, самый скучный Выпуск, ребята Я вам серьезно говорю Уже В 7.40 Я пересмотрел Либо в 50 Я не знаю Но это самый скучный Вы согласны? Если вы реально Досмотрели Как и я Сейчас смотрите И вы еще И вы еще смотрите То вы большой молодец Либо большая молодец Серьезно Ну самый скучный выпуск Если вы так даже Напишите в комментариях Вы так же считаете Или нет Или у вас есть еще Какие-то скучные выпуски Дорогая М-м детей Я честно смотрю Ну вообще без энтузиазма Ну хрень какая-то Во-первых У них очень быстро Все заканчивается Окей Это первый выпуск Это первый сезон Окей Но у них Вроде какие-то правила Даются Тут оп-оп Первая неделя прошла Оп-оп Вторая неделя прошла Где трешняк Где мордобой Где крики Что мы любим ребята Вот это все веселье Где это Здесь этого нет Тут стены активно What the fuck Они только потом Наверное поняли Что люди хотят Боевое зрелище Или что Я теперь понимаю Что трешняк Смотреть интереснее Реально Ну ничего интересного Папа Меня ж бомбит Вот смотри Я правильно делаю Смотри Пап я правильно делаю Да возьми этим веслом Батю перехлепай Ну чтобы какое-то пошло веселье там Мать за борт выпала Еще что-то Ну Пап я правильно веслом делаю Молодец сынок Да укаю за Single Важливого досвіду Семья отримала Дещдя Больше Отчуття Етностей Спасибо av Чело сначала На лодке плавать Ну мы первые Доплыли Чот configuration Чот Потому что мы Хорошая команда Мы очень хорошо Намокли Вот Но Вышли Достойно Победителями Хотя Ну Ну, на байдарках в жизни никогда не плавал. Я хотела бы проводить побольше времени с родителями. А то когда школа, то все некогда, некогда. Давай только все будешь говорить, окей? Ладно, у меня это лучше получается. Что за правило? Да, надеюсь, это не уйти мужики. У хлопцев, особенно в Сашка, проблемы с спілкуванием. Ему тяжело находить друзей и заводить новые знакомства. Ему тяжело найти друзей, и вы считаете, что найти друзей мужиков на шиномонтаже, это нормальные друзья для 30-летнего пацана. Поможем. Здорово, мужики. Здравствуйте. Вы бы не могли нам разрешить нарисовать где-то на вашем заборе какой-то красивый очень рисунок? Блядь, вопрос. Я себе просто представляю. На самом деле, если на ней камеры. Представьте, у вас есть свой забор, дом приходит. Извините. Прошу прощения. А можно мы вашу стену испоганим своим великолепным рисунком? Да, конечно. Я всегда мечтал, чтобы моя стена и квартира была обрисована. Например, мы можем машину или вот такой вот красивый рисунок. Я рада, помочь вам. Угу. Ну, хорошо. Извините. А зачем они это делают? Не могу понять. У меня есть такое предложение. Мы могли бы на любой стене, которую вы скажете, ну, вашей, нарисовать какой-то красивый рисунок. На воротах. На воротах? На воротах? Да. Да, конечно. Показать какие? А какого мне не жалко сейчас закрыть? Срядина. Давайте. В этот раз удалось. А они что, реально художники? Ну, в художнике это громко сказано. Ну, что-то в этом есть. Я не буду говорить, что это страшно. Слушайте, ну ладно, беру свои слова назад. Беру свои слова назад. Реально неплохо. Очень даже неплохо. Либо они занимаются все-таки рисованием. Ну, в начале, смотрите, херня какая-то была. Потом уже начались цветные краски. Либо им помогли в конце потом. Не исключено, что потом мог прийти мастер, который умеет рисовать граффити. Потом начал это все исправлять. Потому что, ну, реально в начале была какая-то хрень. Хрень, хрень. А в конце хрень, нормальный рисунок. Ну, вот это вот странно. Сто пудов странно. Для нас еще одна неделя будет. Виктория, Михаил, приветствую вас. Здравствуйте. Как все быстро. Мы сегодня сделали для того, чтобы подвести итог вашей работе. А, все. Работе, в результате которой вы пытались изменить будущее своих детей. Три недели назад мы встретились в этой студии, и у вас была уникальная возможность заглянуть в будущее своих детей. Я бы хотел посмотреть это еще раз и напомнить вам о том, какими могли бы быть ваши дети, если бы вы не приняли участие в нашей жизни. Ну, а сейчас вам покажут прям красавцев. Но знаете, такие будут. Ух, смотрите. Вы поменяли судьбу. Теперь они так выглядеть не будут. Это то, что могло бы случиться. Но теперь так не случится. На тот момент, когда вы с вами встретились, у ваших детей было ряд проблем. Особенно с диетой. Они могли выпить по 4 литра газированных напитков в день. Они много времени, по 6-8 часов проводили за компьютером. И будут проводить, когда телеканал уйдет. Господи. Мало командных и коллективных игр, что в их возрасте необычайно важно. Но самое главное, у них было отсутствие чувства с единой силой. Вот момент. Их вначале отдали на хип-хоп, ребята. На танцы. Где эти танцы? Что, одно задание показали, они попрыгали и все. Больше они на хип-хоп не ходят. Почему это об этом не говорится? Я не могу понять. Каждое правило, которое я вам предлагал, оно было направлено на то, чтобы вы смогли изменить будущее ваших детей и своей семьи. Как вы считаете, у вас все получилось? Я стараюсь. Конечно. Я думаю, что получилось. Что изменилось в вашей жизни? По крайней мере, время более так интересно проводили с детьми. Больше общались, больше слушали друг друга. Виктория, что вам было сложнее всего в течение этих трех недель? Придержаться диеты. Стало ли правило здоровой и полезной еды правилом вашего дома? Да. У нас вредных продуктов уже нет. Уже нет вредных продуктов? Уже нет, да. Что, на ваш взгляд, детям было сложнее всего? И диета, и телевизор. Диета, и телевизор. Получилось у них отказаться от этого? Вы действительно проделали большую работу. Вы изменили свою жизнь. Хотите узнать, как теперь будут выглядеть ваши дети в 40 лет, при условии, что те изменения, которые вы привнесли в свою семью, останутся с вами? Ну, интересно, конечно. Давайте посмотрим, как будут выглядеть ваши сыновья в 40 лет, теперь, благодаря вашей работе. Первый у нас Александр. Ну, и прям похуделся. Все рады. На батю чем-то похож. Ну, все равно он выглядит как-то старше, чем на 40. Ну, согласитесь. Это тот результат, который вы хотели? Да. Скажите, оно стоило того? Стоило. Стоило пытаться готовить другую еду. Стоило. Не смотреть телевизор. А теперь можете жрать, как обычно, потому что результат уже зафиксирован. Мы сохранились, да? Давайте теперь посмотрим, как будет выглядеть ваш младший сын, Владимир. Что скажете? Красавец. Красавец. Вам нравится? Очень. Вы что скажете, Михаил? Так красивше. Я очень рад за вас. Вы проделали действительно очень большую работу. Но вы сделали всего лишь первый шаг. Я очень надеюсь, что ваши позитивные изменения, которые вы принесли в свою семью, останутся с вами и после нашего проекта. На этом моя работа заканчивается. Я желаю вам удачи и успехов. За пределами этой студии вас ждут ваши сыновья, будущее которых находится в ваших руках. Я думаю, что вы это будете помнить. Спасибо. Всего вам доброго. Вы свободны. До свидания. Прошло время. Прошел месяц. Дети теперь находят час для того, чтобы проводить вихідні всей семьей. Михаил, вы же снова на байдарке, да? Разом с детьми они вперше едут рыбалити. А на рыбалку? Сейчас у меня было. Головная проблема, с которой они пришли на проект – некорисная ежа. Но и тут есть позитивный результат. Сашко больше неверно носит с самого виду супа. Красивенько. У хлопцев была еще одна мрія. Они очень хотели научиться ездить на машине. Понравилось? Да. Ну давай. Не ввели с машины. Отпускай, давай сцепление. Отпускай. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Круто? Круто. Хорошо, поехали. Тихо, тихо, тихо. Давай, давай, давай. Вот нормально, 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 она сейчас пройдет. И сцепление, и тормоз. Ну что, как самочувствие? Вот такое. Хорошо. Ну как я справился? Молодец, мужик. Тебе самому хоть понравилось? Да, очень. Здорово. Кроме диеты, они также перестали смотреть телевизор в величайной кількости. И все равно пошли на хип-коп, да? Ставлюще. Круто. Три, четыре. Сторону или нет? Вот так вот. Изначально первое положение. На сторону. Раз. Это уже брейк-данс, а не хип-хоп. Ай! У меня уже плечо затекло. Изменил меня в лучшую сторону проект. То, что я поменьше всякой гадости стал есть. Ну, они как-то внимательнее стали уже. Делаешь, допустим, если даже какое-то замечание или просто что-то говоришь. Как-то прислушиваться. Сблизило отношение, если даже, там, детей моих, там, или родителей детей, то в этом только огромный плюс. Я постараюсь приложить максимум усилий, чтобы достигнутые сейчас результаты показатели мы не ухудшили, а только улучшили. Сейчас просто я нарадоваться не могу. Они с такой любовью ко мне относятся. Ну что, ребятушки. Ну, в общем-то, вот мы и подошли к концу. Серьезно, это самый скучный выпуск за все сезоны. Ну, это первый сезон, была первая серия. Если хотите больше, дорогая МВМ-детей, только нормальных. Реально, то есть уже, я думаю, дальше это будет все окей. То поддержите меня лайком, пишите комментарии, ставьте лайки. Фух! С вами был Андрей Чент. Всем пока.